МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомелюстуды Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Шарованная колядная атмосфера. Сегодня на Гомельшине протягнулись святочные мероприемства. Работа в округах сегодня социальными работниками советского района Гомеля составлялся депутат Палаты представников национального схода Ирина Даугала. Лепшее обудовничество в Беларуси вызначит с переможцами республиканского конкурса. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Подарунки, костюмированные шоу и театрализованные постановки. Сегодня на Гомельшине протягнулись святочные колядные мероприемства. Некоторые язык наведали наши корреспонденты. Гомельский областный роддом – одна из лепших установок по оснащенности с участным медицинским обсталеванием, так и по наявности профессийных кадров. В селеке Мразе женщины, которые недавно народили детей, своих становочных эмоций не утойвают. Сейчас у роддома коляд 30 молодых матуль. Правда, слово «молодые», до некоторых подходит только в сенсию взрослого. Шмот, кто относится уже до категории шмотетных. Девочка у меня родилась, ну, чувство, ну, не передать словами, это такое счастье. Как бы долго очень ждали, 13 лет. Девочка у нас родилась, два мальчика есть уже у нас, и девочка родилась. Наше чудо совершилось седьмого числа, без десяти восемь, девочка, триста восемь, десять, пятьдесят четыре сантиметра. А врачи замечательные, и акушер, и зав. Ребенок у нас шестой. Что тычется персоналу роддома, то и он, сдается, рады не меньше за молодых мать. Урожден на роджении детей есть и их заслуга. Кажут, что не глядя на святочные дни, працовать приходилось напруженно. За шестой и семей студеней в Гомельском областном роддоме народилось десять немовлят. С районов области плюс и городские женщины. Если брать в разрезе мальчики-девочки, так девочек получилось с преобладанием. Семь девочек и три мальчика. На святкование Каляду областный роддом представники Гомельской епархии приходят с подарунками. Электрочайники, тонометры и микрохвалевая печка для персонала больницы. Сродки гигиены для молодых мати. На руках счастливых женщин дети, яких архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан называют не инакше, как божьим подарункам. Я надеюсь, что каждый из вас радуется этой жизнью и будет счастливо, что именно вы в такие святые дни родили своих деток. Пусть Господь каждую вас хранит, оберегает, оберегает ваших младенцев, чтобы и они дальше продолжали род человеческий. Святкование Калят протягивается у Гомельским Державным Театра «Лялек». На святочное мероприемство, которое организовано за кошт сродка Гомельской епархии и особиста архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана запросили больше 500 неполнолетних, сошмадзетных и малозабеспеченных семья у города. Некольких годин Калят бывают с отсюда, а дети чекают выконания своих самых заповедных по жаданию. Архиерейская елка – это соправдное свято. Олег Сентюров, Ганна Корольчук, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Спектакль Каля Спаса Прображенского храма и великий калятный концерт в Громадско-культурном центре. Напереданные святы с нагода дня народжения Христового так само объеднали маленьких и дорослых верников. Шаровная калятная атмосфера пановала у каждого православного храма. Люди веншовали один одного с калятами и ждали здоровья, добробыту, терпливости и душевного спокою. Марина Джалая долучилась до святочных мероприемств. Ладить калятные спектакли – шматогодовая традиция Спаса Прображенского храма. Некольки месяцев напереды дня народжения Христового выступления рыхтуют удельники молодежной группы «Фаворовцы». На этот раз голодный герой Ваня Каминарделя «Прыгажу незабавы», шукая калятную зорку. На шляху сустракая шмат пирожкот, а лес справляется с усими тяжкостями. Захапляльный сюжет и майстерская игра актеров подарили великую асалоду усім присутным – и маленьким, и дорослым. Свято калятов – это свято добрыни с богатливостью и тихой радостью. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня в наши православные храмы, призвать и тех, которые еще на пути к храму, чтобы они нашли свою дорогу к храму. И дай Бог, чтобы эта радость Рождества сопутствовала нам в будущем всю нашу жизнь. А в Громадско-культурном центре у всех жадаючих чекали на великий юбилейный калятный концерт. И он открыл шерах мероприемств, присвеченных знаковым датам – 95-ти годю Дня утворения и 30-ти годю Дня отроджения у Гомельской епархии. Символично, что на начале 2020 года на сцену вышли минавито 20 коллективов из разных кутков Гомельщины. В этом году совсем другие творческие коллективы показываем, показываем нашу молодежь, которая впервые выступает на этой сцене. Это тоже радует. Это говорит о том, что мы не стоим на месте. Творческие коллективы у нас процветают, живут, радуют нас новыми какими-то композициями музыкальными, новой хореографией. Уденники народной эстрадной студии «Лира» со Светлогорска у Великим калятным концерте удельничают в другой раз. Для девчат и их керавника это гонор и отказность. Юные артистки хвалуются. Для глядачау яны подрихтовали две песни – «Печки, лавочки» и «Душа». Долго вы готовились? Да. Сколько времени? Полгода. Я приехала сразу, я один день, мы песни сразу выучили, у меня все вышло. А потом у нас ушли тролика тренировки по танцам. Полнуетесь? Да. Добрая традиция калята – ударить час своим близким. Неколь в первые дни калятного тыдня были распространены визиты. Необходно было наведать родных и близких. В наш час, в доме, можно обоистися телефонным звонком. Холодное – дать зрозуметь небояковым тебе людям, что ты их памятишь и ждёшь им усяго самого доброго. Не пришла калята, не пянуть за Рождество. Ой, люди, люди, не пянуть за Рождество. Принеджала Євген Макинка, телерадиокампанія «Гомель». На каляды 100-годовый юбилей отзначит уродженец Рогачовского района, ветеран Великой Айчиной войны – Григор Сираков. Сегодня с веншаваниями, подарунками я еще одной важной миссии – де гости Виталий официйные гости. Познайомиться с юбиляром по шастилой нашему корреспонденту Євгенії Кухаронак. Подробностей – далее в сюжете. Рогур Сираков народился 7-го студента 1920 года в везце Драгунск-Рогачовского района. У семьи был першинцем, затем на свет появились еще четверо детей. Сустры у Великой Айчиной на службе у Прибалтицы. Был раненый, лечение проходил в Москве, затем накереванный в Тулу, потом в Торжок, где у Кастричнику 41-го трапил в Палон. Перемогу сустры у Гамбургу, минавито тады, завершилися 4 годы лагерных пакут у Германии. По рассказах ветерана, выжить удалось, дякуючи мостному здоровью. Он самых здоров, он не курил, а курева занимало очень много, отнимало здоровье. За курева, как папа рассказывал, отдавали пайку хлеба. Это баланда была, хлеб с опилками. Его, как срединного красноармейца, забрал хозяина себе работать. Вот он и сохранился потом от одного хозяина к другому. После вызволения с Палону, Рогур Сираков был накереванный на Донбасс для будовництва шахты. Народимый он вернулся только в 1946 году, а женился с земляшкой, з якой выхаваў 4 детей. Сёня у юбиляра уже есть 7 унуков и стольки ж правнуков. Многие члены семьи живут в інших городах Беларуси и нават в разных краинах света. Однако они по ранейшому не страшывают совязи. Из детей. Надя звонила з Москвы, племенник звонил з Казани, брат звонил з Ялпы. А, да, 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 это дядя. Сакрет даугалецер Игора Сиракова у працы. Его стаж Амаль 57 годов. У весь час на карысть калгасу 12 год Кастрышника. У насельском хозяйстве зберилось 6 председателей. А я жил, ну, что, был бухгалтером колхоза, был бухгалтером по заплате. Я уж в 80-м пошёл на пенсию и работал. В последнее время пришлось даже самому населенцу ездить. За урочистостями не забывать об официальных справах. Литерально вчера у Рыгора Сиракова завершился термин «День» и его пашпорту. Измена головного документа грамадянина Беларуси для Долга Жахара пройшла в теплую атмосферу асеродзеродных и гостей. Евгений Кухаронак, Сергей Лукашук, телерадоя компания «Гомель». Депутаты Палаты представников национального схода Республики Беларусь протягивают работу в округах. Сегодня социальными работниками советского района «Гомеля» сустрелась от член постоянной комиссии по законодавстве Ирина Даугала. Работа в округах протягнется до 10-го студеня. В планах депутатов – особистые приёмы грамадян у делу доброчинных акций, сустрейшись с працовными коллективами. Средо основных задач, поставленных президентом подчас сустрейши с депутатами Пятого Снежня рассказать выборщикам об нюансах деяности парламента. По словах Ирины Даугала, депутатам, які обраны у першыню, необходно ясше шматчам увучиться. Але уже зараз можно свяжать, что гэта цікавая и отказная работа. Такие сустрейши будуть протягиваться и далей, причем размова буде вестися з уліком профессийных особливостей коллективаў. Отвечаю за подготовку законопроектов. Вот у меня идёт изменение в законы о промышленной безопасности, о грузоперевозках непосредственно опасных грузов. То есть, да, то есть, конечно же, ну, наверное, это не совсем интересно, допустим, этой категории людей, а более интересно, допустим, для представителей трудовых коллективов промышленных предприятий. Поэтому, конечно же, ну, наверное, акценты. А основная, конечно, часть о том, как работает парламент, вот как, допустим, прошла первая сессия, какие вопросы выносились, как они рассматривались, как подготовка шла, то вот эти моменты, конечно, мне хочется людям рассказать, независимо от того, в какой сфере они работают. Конкурс на лепшее досягнение у будовничай галине за минулый год стартовал в Беларуси. Удельниками могут выступать организации и предприемства будовничайго профилю, а так само установы адукации, які рыхтуют специалистов для гэтой галины. Документы для регистрации треба представить до 15-го соковика. Выники подведут у красавику. Подробязную информацию можно знайсти на сайте Минбуд архитектуры. Белтеля радиокомпания открыла прием заявок на уделу национальным отборочным туры конкурсу песни «Евробачення-2020». Подать их можно до 17-го студеня на офицейном сайте Белтеля радиокомпании TVR.BY. После этого сформируют спис удельников кастингу, які опубликуются на сайте не позднее за 22-го студеня. Прослуховывание заплановано 27-го студеня. По его выниках вылучать коля 12 финалистов. Переможцу национального отбора вызначать голосованием профессийного журы и глядать шоу подчас шоу прямым эфиром в Саковику. Нагадаем, юбилейный 65-й конкурс «Евробачення» пройдет у нидерландским городе Роттердам. По финалам отбудутся 12 и 14 мая, финал – 16 мая. Беларусам пропануют выбрать одного из трех претендентов на звание «Птушки» 2021 года. Онлайн-голосование проводит громадская организация «Ахова птушек Батьковщины». «Птушку года» выберут 8 лютого с трех кандидатов. Два из них, вызначенные решением Центрального совета и секретариата громадской организации, это «Звычайная голубка» и «Тресняговая овсянка». Третья «Птушка» будет обрана в вынику интернет-голосования, которое продолжится на сайте «Ахова птушек Батьковщины» до 1 лютого «Уключна». У опыта не может принять удел любые жадающие. Так, третьим кандидатом могут стать Шерая Мухоловка, «Звычайный Кызадой» и Бераговая Ластовка. Можно пропоновать и свой вариант, а летые виды, которые уже отримывали звание «Птушки года» в Беларуси, не могут стать номинантами. Как поведомляет Белгидромет, климатичная зима в Украине еще не наступила. Плюсовая температура в регионе заховается и на этом тыне. В ближайшие дни наша какая некомфортная надворья. Так, в четверг будет до плюс 4 градусов, махчимы даже и туман. Опадки прогнозуются и в пятницу. В день будет 2 градуса тепла. В субботу областным центром и знов потеплее до 5 градусов чекается дождь. Коли верить долготерминовым прогнозам, морозов до конца студеня можно не чекать. Махчима, что эта зима для беларусов станет самой теплой за некольки ста годзе. И это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Оторванные пальцы, переломы и ожоги. В праздники на Гомельщине из-за пиротехники пострадали 11 человек. Среди пострадавших четверо детей, сообщили в МЧС. Это подростки из Жлобина, Светлогорска и Рогачева. Одному из пострадавших мужчин взрывом петарды ампутировало пальцы. В МЧС напоминают, что приобретать пиротехнические изделия нужно в легальных магазинах, а при обращении с фейерверками следовать инструкции и правилам безопасности. В Будокошелевском районе столкнулись вазы-грузовик. Водителя легковушки пришлось доставать работникам МЧС, но спасти мужчину не удалось. ДТП произошло поздно вечером 5 января на трассе М8 недалеко от деревни Узабу до Кошелевского района. В результате столкновения внутри ваза оказался зажат водитель. Спасатели достали мужчину из искореженного авто и передали медикам. Но, как стало известно позже, пострадавший умер. В Гомеле пьяный водитель насмерть сбил пешехода. От полученных травм переходившая дорогу женщина погибла на месте. Трагедия произошла около 8 часов утра 7 января. 27-летний водитель «Опеля» ехал по улице Ильича. На пересечении с Ленинградской он сбил 55-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Нарушение правил эксплуатации печного отопления – наиболее вероятная версия причины пожара и гибели на нем человека в деревне Филипповича Петриковского района. Когда они вошли внутрь, то увидели на кровати хозяйку. Женщина не подавала признаков жизни. В МЧС настоятельно рекомендует не пренебрегать правилами обращения с отопительными приборами. Это вся информация выпуска. В студии работал Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В финальном этапе «Металлург» уступил будущим чемпионом дружине «Торнадо», представлявшей заводской район столицы. Сыграл в ничью с «Атлантом» из Кобриной, обыграл «Нефтяник» из Новополоцка. Подопечные Владислава Каштанова заняли второе место в группе и в стыковых поединках оспаривали бронзу золотой шайбы. В соперниках у «Металлурга» была гродненская команда при неманские «Ястребы». Жлобенчане уверенно победили 7-2 и примерили бронзу турнира. Игрок «Металлурга» Илья Филяев в символической сборной турнира. Восемь команд из Беларуси, России и Украины оспаривают награды открытого первенства Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта на призы гонбольного клуба «Гомель». Возраст гонболистов 14 лет и моложе. Состав участников более чем внушительный. Кого ни возьми, чемпион или призер первенства своей страны. Гонболисты из Краснодара сильнейшие в России в своей возрастной категории. Командой Санкт-Петербурга бронзовый призер. Украину представляют медалисты внутреннего чемпионата, гонболисты из города Южный. От Беларуси весь пьедестал первенства страны. Столичные дю США имени Мироновича и рцор по гонболу, а также гонболисты из Бреста. Так что баталии обещают быть жаркими. Хозяева соревнований, воспитанники областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта в окружении именитых соперников не теряются. По итогам первых соревновательных дней в активе гемельчан победа, ничья и два поражения. Вчера не сложилось игра с Брестом. Мы обычно им проигрывали. Брест был тоже призер Белоруссии. Мы всегда им проигрывали, и они не поверили, что они могут. Сегодня с сором тоже играли до последних минут, ничейный счет. Опять не поверили чему-то. Себя пока еще не верят. Но вот на таких турнирах они набираются уверенности. Турнир проходит по круговой системе. Победители определятся 10 января. Первенство области погребли академической на тренажерах концепт среди юниоров пройдет в Гомеле 9 и 10 января. Соревноваться будут спортсмены из областного центра Мозыря, Светлогорска и Жлобина. В программе первенства заезды на 2,5 тысяч метров. Победителям 24 и 25 января примут участие в первенстве Белоруссии. Республиканский старт пройдет в Полоцке. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.